Сегодня мы хотим вспомнить или еще раз напомнить или разобраться о том баптисты в России, откуда они, как появились и вообще нашу историю немножко поднять, немножко напомнить для себя. И знание и сохранение истории, знаете, восходит к библейским временам, и Господь заповедал избранному народу своему помнить путь пройденный. И мы читаем в Терезаконе 8 глава 2 стих «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». И в Новом Завете также вспоминать прошлое предлагалось и новозаветному Божьему народу. Евреям 10 глава 32 стих мы читаем «Вспомните прежние дни ваши и поминайте наставников ваших» Евреям 13 глава 7 стих. Дорогие братья и сестры, мы уже как-то с вами разбирали такую первую часть. И я вначале кратко попытаюсь первую часть сделать истории о том, как зарождалось пробуждение, какие были предпосылки баптизма в России, среди православной среды. А вторая часть уже будет непосредственно там, где в каких местах началось именно пробуждение России. Поэтому первая часть многие из вас уже слышали, кто был на вечернем служении, но я постараюсь ее немножко сжать и укоротить. В истории евангельского пробуждения русского и украинского народов можно найти много своеобразных самобытных черт, которых нельзя встретить у других народов. В поисках правды Божьей и спасения русские и украинские народы прошли многовековой путь от первых сомнений в истинности учения обрядно греко-византийской православной церкви до обращения к христианству первоапостольской церкви, показанному в Святом Евангелии. Народы, населявшие Российскую империю в условиях господствующей церкви, смогли самостоятельно прийти к пониманию Евангелия, церковной практики, отличной от православия. И это стало возможным не по причине слабости власти мущих, но по изволению Божию. Сам Господь открыл двери для благовестия Евангелия и создания церкви. Верующие рассматривают историю евангельского пробуждения нашего народа, учитывая действия Святого Духа, подготовившего почву для сердец принятию веры в Слово Божие. Братья и сестры, наша задача сегодня понять, посмотреть и поблагодарить Бога и, знаете, посмотреть то, как Бог зарождал пробуждение и евангельскую весть в нашем народе. Это очень важно, это очень ценно, и понять вообще истинные истоки, потому что, я думаю, немало из вас сталкивались вообще с тем вопросом, баптисты, откуда вы, зачем вы, а вы извне или отсюда. И вот сегодня я постараюсь как-то эту картину немножко обрисовать. Может быть, многие из вас знают и вникали, и это очень хорошо. Хорошо. Конечно, информации было бы очень много. Знаете, когда изучаешь, читаешь книги, какие-то доклады, архивы, углубляешься, интересно думаешь, и вот эту историю рассказать, и вот это, и вот это. Но это уже, если кого-то заинтересует, надо как-то еще дальше, может быть, какими-то, может быть, лекциями и так дальше делать. Сегодня хотя бы кратко, чтобы мы, русские люди, живущие здесь в России, знали, как, откуда баптизм, Евангелие пришло к нам и дошло до наших дней. Значит, первый христианский свидетель на Руси, это христианство начало проникать на территорию будущей Киевской Руси задолго до его официального принятия. Официальным принятием Киевская Русь стала в 1988 году, все это из школы знают, когда было крещение Киевской Руси. И летописец Нестораби сообщает о том, что первым вестником христианства среди восточных славян был апостол Андрей. И также есть упоминания о том, что Андрей был на берегах ныне Черного моря и в Херсоне, и содержится это в летописях некоторых, но это надо исследовать, это такие всего лишь упоминания. Также есть упоминания, что ученик апостола Петра Римский, Климент Римский, в конце первого века, еще в самом начале, был сослан в Херсонес, ныне Крым, где он нашел христианскую общину, и христианство уже утверждалось среди скифов. Язычество на Руси тоже, знаете, каким-то образом было предпосылками или на что насаждалась христианская вера. Я думаю, мы все это понимаем. О языческих верованиях славян имеются незначительные сведения. По сохранившимся данным установлено, что они поклонялись предкам и обогатворяли силы и явления природы. Наиболее древними верованиями было поклонение упырям и берегиням, затем роду или духам предков, домовым, русалкам и так далее. Существовало поверье, что души умерших продолжают вмешиваться в дела живых, охраняя их и прокровительствуя им или жестоко карая их. Поэтому духам умерших приносились жертвы для умилостивления и задабривания. Это еще, братья и сестры, чтобы вы понимали, языческие были обряды. Чтобы вы понимали потом, на что накладывалась христианская вера в нашем славянском контексте. То есть это еще были вот за души умерших и так далее. Это языческая практика. И у славян прочно укоренились суеверия, гадания, и некоторые из них остались уже и после принятия христианства. Важно хочу отметить Кирилла Мефодий. Многие слышали эти имена в школе про азбуку. На самом деле это были первые миссионеры вот здесь у нас на Руси. Мы их со школы знаем, как те, которые сделали азбуку. Но даже в сегодняшние дни есть миссия Виклиф. И когда они приходят на какие-то острова, какие-то народы, чтобы перевести Слово Божие на язык того народа, они сначала изобретают какую-то азбуку, какую-то письменность. Так вот, азбука и букварь и письменность были изобретены Кириллом и Мефодием для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы как-то записать Евангелие и передавать. И вот эти... Я хочу просто немножко рассказать о них с другой стороны, не из такой, как мы знаем их, азбуки. Вот в 9 веке славянские народы начали принимать христианство. И к этому времени относилась деятельность братьев Константина в монашестве Кирилл и Мефодия. Они родились в городе Солоники, это север Греции, и выросли среди славянского населения Македонии. Братья трудились в Моравии вплоть до 867 года. И в 869 году Константин скончался, приняв смерть, перед смертью постриг с наречением Кирилл. И в 1870 году Мефодий стал первым славянским епископом и трудился до конца своей жизни. Последние годы жизни он посвятил переводу на славянский язык книг священного писания. Умер Мефодий около 885 года. Исследователи отмечают, что высокий уровень перевода в книг священного писания, выполненных братьям Кириллом и Мефодием. Это очень такая важная века, очень важный момент для нашего понимания, вообще откуда вот самые-самые первые ростки, это были вот Кирилл и Мефодий и так далее. И, братья и сестры, пришло христианство в Русь в 1988 году, православное. Главное, Русь стала христианской, стали открываться церкви, народ крестили. Но в течение жизни, представьте, это уже около 10 веков, но мы даже сейчас возьмем период 8 веков, наверное, в этой среде были разные течения, разные предпосылки внутри православной церкви. То есть вы понимаете, что православие было насажено как бы насильно или как бы формально. И народ, они видели, да, они видели какое-то слово Божие на славянском языке. Кто-то выполнял формально, а кто-то пытался что-то разобраться, понять. И начались разные разномыслия, искания и так далее. И вот в среде славянского православия были разные такие течения или секты, их называли, которые разным образом отличались от православия. Я хочу коротко тоже о каждой из них сказать. Наверное, вам может быть более. Стрегольники. Первым массовым движением, объединившим несогласных с установлением православной церкви и сопровождавшимся открытой проповедью и толкованием Евангелия, было движение так называемых стрегольников. Оно существовало в 14-15 веках. Стрегольниками в народе называли представителей низшего духовенства, которые выстригали кружок на голове при посвящении в сан. Чуть-чуть больше о них расскажу. Стрегольники отделились от православной церкви и организовали свою общину. По-видимому, для совершения молитв и проповедей они собирались под открытым небом, отвергая иерархию, как поставленную на мзде, они избирали проповедников из среды общины. Право учить, говорили они, принадлежит людям нравственным, нестяжательным, имеющим соответствующий дар. Проповедники стрегольников были людьми образованными, знающими богословскую литературу, за что они получили прозвище книжники. Характерными чертами учения стрегольников были признание авторитета Евангелия и отрицание значения предания. Такие вот уже первые предпосылки внутри славянского народа были. Они не разделяли верующих на народ и духовенство, на паству и пастырей. Учителем и проповедником мог стать любой верующий человек. Право простого человека на проповедь обосновывалось высказыванием апостола Павла. Стрегольники считали себя носителями новой веры, основанной на священном писании и правильном его понимании. Между человеком и Богом есть единый посредник Иисус Христос. Каяться нужно перед Богом, а не перед священником. Таинства и обряды не нужны. Они не видели также необходимости в иконах и крестах. Что-то очень много похоже, может быть, на нас, но далеко все равно не наше учение. Но вот такие уже попелзновения в славянском народе в 14-15 веках были. Дальше такое было движение нестяжателей. В конце 15 века среди монастырского или черного духовенства возникло движение нестяжателей. Нил Сорский был пламенным проповедником нестяжательства. Он первый вступил с проповедью о христианской любви и поощрении обличая дух стяжательства, которым было поражено белое духовенство. И вот Нил Сорский был противником монастырского землевладения, физической расправы над еретиками и инакомыслящими. В своих обращениях к верующим он излагал мысли о практическом христианстве, ссылаясь только на Евангелие. И еще скажу, что высшее духовенство сурово расправилось с нестяжателями, как и с другими вольнодумцами. Но их идеи еще долго жили среди народа. Назидательные трактаты Нила Сорского очень много находило нравственных запросов среди народа. И поэтому были последователи. Следующее такое течение, на котором тоже хочу подчеркнуть, это все, знаете, среди славянского народа. 14, 13, 15 века. Учение Башкина и Косова. Коротко скажу, отвергали обрядность, решение Вселенских соборов, отеческие предания. Иконы называли идолами. В учении Башкина были положения, имевшие много общего с предшествующими разномыслиями. И он тоже отвергал какую-то обрядность и так далее, как мы говорили. И если кто-то из вас изучал историю, помнит и знает, что в православной среде был такой раскол, когда появились старообрядцы и потом была официальная православная церковь, это тоже каким-то образом послужило потом в дальнейшем пробуждению Евангелию здесь в России. И это говорит о чем еще? Расколу в 1667 году при патриархе Никоне окончально оформился раскол православной церкви. Старообрядческий раскол в русско-православной церкви не имел ничего общества с евангельским пробуждением. Его побудительные мотивы и причины носили совершенно иной характер. Вместе с тем он имел определенное влияние на возникновение впоследствии разных уже мистико-рациональных течений, такие сложные слова вам скажу, в России. И старообрядческий раскол в православной церкви выявил, дорогие братья, выявил напряженное богоискательство русского народа. Вот этот раскол показал, что народ, человек ищет живого общения с Богом, что человек ищет связи с Богом, ищет рождение свыше. А мы знаем православная церковь, она была очень формальная в тот период. И раскол впервые поставил перед каждым православным вопрос, во что верить и чего держаться. Тем самым было положено начало пути от массовой религии к личной вере. Обострение раскола таким образом подготовило почву для уже дальнейших, еще более глубоких течений. Еще несколько течений, которые уже были после раскола, которые уже, вот знаете, была православная церковь, и вот эти вот течения, которые шли, которые искали, задумывались и так далее. Григорий Сковорода, проповедник, большое влияние на религиозную жизнь украинского народа оказался, оказал вот этот проповедник и мыслитель. И получив начальное образование в сельской школе, он поступил в Киево-Могилянскую академию, которая готовила священников. И он пел там в придворной капелле в Петербурге. Его основными идеями проповеди, он был проповедником, сходил среди народа, было то, чтобы отдавал им все, что имел, не золото, не серебро, а добрые советы, увещания, наставления, дружеские обличения. Приходится брать очень коротко, сжато, вот первую часть, чтобы мы потом более развернуто поговорили именно уже о пробуждении среди русского народа. Духоборы. Тоже очень интересное течение, которое развивалось в славянском народе. Немножко про них больше прочитаю, много увидите похожего на наши взгляды какие-то. Распространялось в России, духоборчество восприняло много новых идей, которые смутно жили в умах богоискателей различных толков. Во времена духоборца в Библии еще не была доступна для всех, и ее свободное исследование не было практикой жизни верующих. Духоборцы жаждали чистой, нравственной, возвышенной жизни по Слову Божьему. Они верили, что Дух Советой живет в верующих, и что человек может вступать в непосредственный контакт с Богом, и не только молиться Ему, но и получать божественные откровения и внутреннее просвещение. Среди духоборцев получило большое распространение иносказательное объяснение многих истин веры, при котором видимые формы богопочитания толковались как духовные. Крещение принималось ими как внутреннее духовное деяние. Человек принимает крещение от Слова Бога, живущего в нем, отрекается от себя и веряется Богу. Исповедь понималась как внутреннее сокрушение перед Богом. Причастие, согласно пониманию духоборцев, совершалось без внешних признаков, посредством веры и мысли, то есть духовно. Церковь невидима, она состоит из людей, которые призваны Богом, руководствуются внутренним светом и стараются засеменяться добром. Так вот, короткий очерк о духоборах. И вот это вы, я думаю, уже многие слышали, течение молоканий. То есть молоканий это тоже течение, возникшее в православной среде, среди славянского народа. И молоканий ведут свое происхождение непосредственно от духоборцев. И основатель Семен Матвеевич Уклеин начал учить, что за истину надо признавать только то, что написано в Библии, а все остальное считать вымыслом человеческим. Он не отрицал внутреннего просвещения, которое занимало важное место в религиозной жизни духоборцев. Однако требовал проверять его со Словом Божиим. Таким образом, Уклеин не разу отделял различные отношения к Библии и понимание откровения. Вскоре Уклеин с значительным числом духоборцев отделился от общины. Впервые название молоканий было дано отделившимся в Тамбовской губернии. И сами молокани объясняли свое название словами из послания апостола Петра, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Учтение представляет собой пеструю смесь истин Евангелия и вымыслов человеческих. Во многом оно совпадает с учением духоборцев. Например, молокани учат, что водного крещения принимать не должно. Духовное крещение состоит на учении Слову Божию, покаянии, отпущения грехов. Не нужны по учению молокан и видимые знаки причащения. Воскресение из мертвых также понималось ими не как реальное воскресение, а в духовном смысле. Особенностью молокан являлось признание старцев как руководителей в вере. Истинные христиане, по их мнению, должны избегать исполнения законов, которые противоречат Слову Божию, избегать рабства у помещиков, не участвовать в войнах, уклоняться от военной службы и принятия присяги. Еще коротко о них скажу, потому что в последствии из молокан было тоже пробуждение здесь у нас на юге. Крестьяне не должны сообразовываться с веком Сим, но в своей повседневной жизни исполняют заповеди Христа, созидая тем самым Царство Божие на земле. Долгое время правительство не делало различия между молоканами и духовоборами, и только в 1805 году, когда представители молокан направили в Сенат правила веры молокан, им было разрешено открыто исповедовать свою веру. Интересный еще момент. Особое оживление среди молокан произошло в 30-е годы, 1830-е годы. В 1818 году вышла популярная среди молокан книга, в ней возвещалась о наступлении тысячелетнего царства, которое должно было открыться около Араратских гор. И появилось множество лжепритетч, лжехристов, лжепророков. И молокане из различных губерний потянулись в Закавказье, чтобы как можно ближе быть к месту явления грядущего избавителя. Но прошел 1836 год, и оживление спало, потому что неизбывшееся пророчество породило в молоканской среде разногласия, разделения и во многих разочарования. Кратко, может быть, даже не кратко, хочу теперь подчеркнуть общую картину богоискательства русского народа. Братья и сестры, появление религиозных разномыслей в русском народе свидетельствует прежде всего о неудовлетворенности русского человека предписаниями официальной церкви, установившимися обрядами безразумного служения Богу, формой, лишенной содержания. Люди искали удовлетворения своих духовных запросов. Умевшие читать и имевшие доступ к Священному Писанию, обращались к Евангелию как единственному источнику правды Божьей и спасения. Этому способствовало распространение книг Священного Писания вначале рукописным способом, который существовал уже со времен князя Ярослава, а затем и типографским. Возникновение разномыслей и постепенное затухание религиозных движений говорят об отсутствии в них духа жизни. Что я хотел подчеркнуть, много течений, много сект, так скажем, мы проговорили, и поиски ищущих истину обычно заканчивались не переоценкой духовных ценностей, а отказом от прежнего образа жизни и отказом, а лишь подновлением родной старины, вливанием молодого вина в мехи старые. О новом человеке, рожденном свыше от Слова Божия и Духа Святого, люди в то время еще не помышляли. То есть люди понимали, что что-то не так, искали Слова Божие, часто не находили, не находили переводов, где-то что-то находили, появлялись течения, но о рождении свыше тогда еще не размышляли. И если размышляли, то в духе учения православия, то есть посредством таинств, не имея силы Духа Святого, начинатели этих всех движений, которых мы перечисляли выше, заканчивали отречением от своих убеждений. Основной причиной было духовное невежество основной массы народа. Народ был лишен возможности познавать волю Божию из священного Писания. И вот коротко исторические предпосылки евангельского пробуждения, о чем мы с вами и говорили. То есть это искание правды Божьей и пути спасения, приведшее к разномысливам в православной среде, в результате которых возникали вот эти различные течения. Это история искания истины, а не генеалогия российского братства. То есть это просто та почва, та среда, в котором потом зародилось братство баптистов. Братья и сестры, это промысел Божий, конечно же, потому что после войны 1812 года были проведены довоенные и послевоенные мероприятия русским правительством. И к числу важных событий следует отнести приглашение в Россию иностранцев для заселения и переселения на молочные воды Духоборов и Малакан, и учреждение российского библейского общества Александром I. Еще важной предпосылкой это было, конечно, отмена крепостного права. Всему этому очень послужила война 1812 года с Наполеоном, когда в России стали происходить большие изменения. И хочу еще отметить, что про Слово Божие. Слово Божие потихоньку переводилось. Вот в 1056-м Астромирова Евангелие, переведи на славянский язык, потом Геннадьевская Библия, перевод Псалтыри Максима Грека, 663-й год, полная славянская Библия. И вот в 1813 году открытие библейского общества. Князья и императоры это увидели на Западе, увидели, что Слово Божие важное для русского народа. И вот учредилось русское библейское общество. Очень многое интересное про это можно рассказывать. И, конечно, русский синодальный перевод, который мы сейчас еще все с вами читаем. И были такие книгоноши, которые распространяли, носили Евангелие. И были особые люди, это не просто были продавцы книг, но очень важный вклад внесли в русский народ. Евангелие здесь, я думаю, пропущу, об этом мы еще скажем чуть-чуть позже. Еще коротко вот об этой картине, что было до. Народы, народ, населявшие Российскую империю в условиях господствующей церкви, я уже это говорил, смогли самостоятельно прийти к пониманию Евангелия и к церковной практике, отличной от православия. И это стало возможным по причине слабости власть имущих, но по изволению Божию. Сам Господь открыл двери для благовестия Евангелия и созидания церкви. Верующие рассматривают историю евангельского пробуждения нашего народа, учитывая действия Духа Святого. Во второй половине 19-го столетия Библия стала доступной народу благодаря ее переводу на русский язык. Евангельские христиане и баптисты высоко ценят большой благоугодный труд, который совершили православные богословы. Одним из первых его оценил Павлов, и он сказал такие слова, «Великая заслуга православной церкви состоит в том, что она не лишила народ Библии, как это сделала католическая церковь, но позволила ему читать ее, сделав доступной посредством перевода на разговорный язык». Возникновение первых общин христиан-баптистов в России не является плодом иностранных миссий, то есть оно не случайное явление, привнесенное в народ извне, как то представляли в прошлом православные исследователи. Современная концепция возникновения первых общин христиан в России рассматривает как самобытный процесс, исходивший из глубины народного духа, и духовное пробуждение произошло под влиянием Евангелия. Это находит подтверждение возникновения среди украинцев в конце 50-х, 60-х годов 19-го столетия, члены которых стали читать Евангелие, стремясь жить по учению Христа. Затем возникли общины штундистов, в предшествующие годы было пробуждение среди немцев, немцев-лютеран и реформаторов, и минонитов, проживавших в России, которых вот как раз Екатерина II переселила в Россию для освоения территорий, среди которых зарождались группы благочестиво настроенных прихожан официальной церкви, так называемое братство друзей Божьих. Братья и сестры, это вот такая короткая, постарался с Жатом, кто был на прошлом служении более развернуто, поговорили, вот такой очерк того состояния духовного общества славянского народа до 1850-х годов. Как жил ли русские, какие были течения, и как народ искал Слово Божие. И мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и дальше будет очень интересная, конечно, часть, уже непосредственно, как в русском обществе появлялись первые баптисты. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова